После того, как на прошлой неделе было сообщение о том, что Управление Федеральной Антимонопольной Службы заблокировало контракт ООО «Реалист» на реконструкцию улицы Октябрьской революции, закономерно вспыхнул интерес к этой загадочной организации, которая представлена у нас тремя богатырями земли армянской. Это Аршак Аратюнян, Андроник Айропетян и Армен Абавян. Интерес этот возник закономерно. Мы помним, что компания «Реалист» уже упоминалась в скандальном контексте в СМИ Республики Башкортостан. И мы точно помним, что вот эта веселая троица армянских товарищей упоминалась в контексте того, что они связаны чуть ли не семейными узами с главой Республики Башкортостана Радим Хабировым. Несложное расследование показало, что общество с ограниченной ответственностью «Реалист» получило субподряды на работы в самых крупных парковых проектах Хабирова. Это парк «Кашкадан» – миллиард сто миллионов рублей, парк «Первомайский» – семьсот миллионов рублей, парк «Нефтехимиков» – четыреста миллионов рублей. Ну и по мелочи там на Советской площади тоже кое-что перепало этому самому «Реалисту». Итого «Реалист» получил около двух с половиной миллиардов контрактов в этом парковом бизнесе. Ну, о качестве работ этой доблестной организации говорилось и писалось тоже очень много. Удивительно благосклонно к этому качеству относится мэрия Уфы. Ну, мы видели, да, вот эту чудесную сибирскую лиственницу, да, берем это тоже в кавычки, которая лежит там в Кашкадане и почернела, как обыкновенная липа. Городские власти прекрасно к этому относятся, никаких, значит, требований не выставляют, ничего там, значит, суд не подают и так далее. Правоохранители тоже молчат и отворачиваются, не проводят ни проверок, ни инспекции, не выявляют, значит, исполнение этих контрактов. Абсолютная дружба и лояльность господину Арутюняну, Айропетяну и Абавяну. Прямо вот братский союз. А что такое на самом деле два с половиной миллиарда? Два с половиной миллиарда – это, например, три большие школы с нуля. Это пять детских садов. Это полное решение проблем всех обманутых дольщиков, а еще и детей-сирот, которым нужно выдать квартиры. Вот что такое два с половиной миллиарда. Но они достались господину Арутюняну, Айропетяну и Абавяну. Удивительно, как же эта веселая троица не заполучила подряд на ремонт парка Аксакова. Я думаю, это большое упущение со стороны Мавлиева. И, возможно, оно будет исправлено. В свете того, что парки и скверы по воле ради Хабирова превратились в своего рода священных коров, а их директора, видимо, почувствовали себя неприкасаемыми жрецами храмов культа наживы Хабирова, в связи с этим, конечно, происходят всякие жуткие события. Вот, например, в Туймазах директор городского парка преспокойно ехал себе на автомобиле со своей женой прямо по парку. И когда посетители парка сделали ему замечание о том, что передвигаться на автомобиле по зоне отдыха запрещено, директор этого парка незамедлительно и деятельно начал объяснять холопам, кто есть кто и что есть что вообще на белом свете. В результате разъяснительной работы одна из посетительниц парка получила сотрясение мозга, отправилась в медицинское учреждение, где получила свидетельствование. Инцидентом сейчас занимается полиция, а директор парка продолжает отправлять культ вот этих вот парковых храмов и прочего, и прочего. Вот примерно такими людьми себя возомнили директора парков. Ну, собственно, это и закономерно абсолютно, понимая отношение Радио Хабирова к паркам и скверам, как к неким культовым сооружениям, естественно, их руководители считают себя жрецами.